Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Давно у нас не было обзоров на модельки с Барвихи РП. То есть там уже даже, знаете, на Сантропе какое-то обновление выпустили. А мы до сих пор сидим, думаем, блин, вот выпустили обновление. Сделали вот это вот все прочее. То есть, вот, да, обновление, там, так далее, Барвиха, вот, да, там, как Барвиха, как что, а я на Блок Раше, я на Редмир КРМП, вот, его сейчас жду на телефон, так далее. Неважно. Давайте мы сейчас все это отбросим, потому что зачем нам все это? Непонятно, если честно. То есть, ну, это же какое-то говно, там, или вроде, да, это неважно, абсолютно. То есть, ладно, давайте перейдем непосредственно к самой Барвиха РП и там вот модельки посмотрим. Вот, то есть, Барвиха РП показала модель Лады Весты. Как вам? Ну, вот, опять-таки, они спрашивают, как нам? Кому нам-то? То есть, хорошо, хоть они сейчас вот, наверное, смотрят мои видеоролики, понимают, к чему все идет, потому что я вот подписываю, знаете ли, все вот эти вот, вернее, не я подписываю, а вот было бы неплохо, если бы они подписывали. Я сказал о том, что было бы неплохо, если бы они подписывали вот все вот эти вот модельки, потому что я как человек абсолютно не шарящий в автопроме, который всю эту хуйню, залупу, подзалупный творожок ненавидит, то есть я вообще, то есть я во всем этом не разбираюсь, зачем вы мне, типа, показываете машину и говорите, вот, типа, это машина, ну, типа, заебись, а я-то думал, это вертолет, блядь, или там, я не знаю, прочая хуйня, типа, ну, что в самом деле, чуваки, я не знаю, сейчас они хоть стали все это подписывать, и мне хоть более-менее стало понятно, что это такое, потому что вот Lada Vesta, хорошо, давайте ее рассмотрим более-менее, то есть все, хорошо, цель. Цвет у нас такой, знаете, серебристо-черный, вроде того, градиент, в данном случае, он, знаете, такой, ну, типа, замечательный, отличный, вроде того, потому что до этого градиенты, знаете ли, идут такие какие-то вот абсолютно непонятные, я уже переводил, в пример, бриллиант РП, я уже там, знаете, по-моему, даже про Блэк Рашу что-то сказал плохое, что они мне больше, знаете ли, сотрудничество не предлагают, видимо, видят, что у меня и просмотров молодые, он, в общем-то, и что-то там, знаете, плохое про Блэк Рашу, говорит, давайте-ка мы не будем сейчас у него брать вот эти вот все его видеоролики, зачем нам все это надо, сами должны понимать, то есть нам все это абсолютно точно не надо, и вот больше, разумеется, не берут, не звонят, не звонят, не делают все прочие вещи, вот, поэтому так. Однако, вернее, не Барвиха, Блэк Раш, чё, я, я просто, Барвиха, Блэк Рашу, там, что вы-то, не важно абсолютно, то есть, потому что тут сейчас у нас Барвиха, и в целом, ну, эта машина мне нравится, то есть, потому что, несмотря на то, что она находится в какой-то темной-томной комнате, где сидит темный-томный человек, но расизм, если что, то есть, просто типа, темный человек, ну, там, в темном комбинезоне, Может быть, вроде того, он что-то там сидит, что-то вот он там делает и так далее. То есть, вот он сидит, все, вот это вот прочее. Чего их до меня вообще прикопались? То есть, темный человек и темный человек. Вот, Лада Веста, ну, типа, ладно, расистский автопром, он все-таки, так знаете, вводится на Барвиху. Недавно, кстати, их рекламировал такой, знаете, замечательный, оскароносный, просто долбоеб. Маразм, вот, то есть, и поэтому я думаю, что Лада Веста, она как раз вот подойдет для подписчиков Маразм. Потому что, вот, прям, знаете, мне обычно пишут, типа, блин, а ты похож на Маразма. Ну, раньше, по крайней мере, писали, когда я, наверное, бомбил на уровне его, него, так далее. Хотя он вообще не бомбит, он просто, у него голос такой сам по себе грубый. И постоянно кажется, что он на что-то там бомбит. Хотя просто там пересказывает хуйню, которую все и так 200 раз знают. И в целом, эта моделька, ну, типа, ну, да нормально, наверное. И как ее вообще можно обозревать? Чем я занимаюсь, в самом деле? То есть, все, моделька нормальная, это мне нравится. Моделька на Блэкраше мне не нравится, которая там, вот, по крайней мере, есть. Вот, Радмир Мобайл, я, как бы, вот, в ожидании тут прочитал в этом самом Лайф Мобайле. Есть справа ссылки, типа, там, Радмир РПК РМП в ожидании, Радмир Мобайл. Ну, в ожидании, так в ожидании. Как я могу на все это повлиять? Никак. Я играл, я обозревал модельки, я делал все прочие вещи на проекте Аризона Ролеплей Феникс. Заходите туда, узнавайте все новые новости, именно, вернее, не новые новости, новые новости у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, дизлайки и так далее. Играйте, развивайтесь на Аризона Ролеплей Феникс, у них также есть, там, знаете, Аризона Мобайл, вы всегда можете развиваться, даже если в развитии вы, допустим, где-нибудь там застряли на одном моменте, на Аризона Мобайл вы всегда можете развиваться. Поэтому, как бы, ссылочка, айпишник, вся прочая, вся прочая, вся прочая, вся информация, они, как бы, находятся в описании, заходите туда, там все это узнавайте. Спасибо за просмотр, в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда, подписывайтесь, там будет много всякой информации, да, она там и до сих пор, в общем-то, есть, как минимум в день по одному посту, посту там выходит. Спасибо за просмотр, до свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok